Привет! В этом видео мы с вами посмотрим сборку на базе AMD FX. Блок питания у нас будет от FSP Group на 400 Ватт, модель BlueStorm 2. 8 ГБ DDR3 памяти от компании HyperX, модель Savage на частоте 1866 МГц. Сам процессор у нас будет AMD FX 6300, процессор имеет 6 ядер, частоту в бусте 4.1 ГГц. Материнская плата от компании Gigabyte, модель GA990FXAUD3, имеет сокет AM3+. Умеет разгонять процессор и оперативную память, имеет все современные разъемы, такие как SATA 3 и USB 3. Видеокарта у нас AMD RX 470 на 8 МБ видеопамяти, геймерская версия от компании Asus. Жесткий диск от компании Western Digital на 1 ТБ, с него мы и будем запускать наши игры. Первая игра у нас на тесте традиционно CSGO, играем обычную игру на паблике 10 на 10. Настройки ставим самые высокие и Full HD разрешение, видим что FPS у нас примерно 100 в среднем. При этом игра идет довольно гладко, с сильных подвисаний или лагов не наблюдается. График фрейм тайма для CSGO довольно неплохой. Время кадра тоже низкое, но это CSGO, играть можно на любом компе. Обычно в этой игре выставляют самые минимальные настройки, также самое маленькое разрешение. После чего можно получить 200 кадров, я думаю. Следующая игра, которая покорила весь мир, это Fortnite. Игра очень популярна в наше время. Настройки я поставил высокие и также 1920 на 1080. Игра хорошо работает с многоядерными процессорами. Как мы видим, нагрузка на ядро равномерна. В среднем у нас 78-80 кадров во время пробежки по карте. Сам геймплей довольно гладкий. Сильных проседаний или фризов не заметил. График кадров и время кадра смотрится хорошо. Но скажу сразу, что в замесе FPS будет меньше. В целом при таких настройках можно играть в Fortnite. Если хотите выжать 100 FPS и более, надо понижать настройки. Но мы имеем очень хороший результат и на высоких настройках. Еще одна популярная игра на этом тесте PUBG. К сожалению, оптимизации она похвастаться не может. Играем, пожалуй, на самой лагучей карте в игре. Настройки я поставил средние. Но, как известно, обычно все ставят на минималки. Кроме нескольких параметров. При наших настройках у нас имеется 75 кадров в целом. При этом график фреймтайма не идеален. В игре имеется иногда поддергивание. Но, как я почитал в интернете, они есть вообще у всех. Процессор у нас нагружен, как мы видим, на 60% в среднем. Видеокарта постоянно отрабатывает как надо. Так что можно на нашем компьютере побегать по миру PUBG. Следующая игра у нас на тесте будет GTA 5. Игра старенькая, но, как известно, нагружает процессор неплохо. В нашем случае стоят самые высокие настройки и Full HD разрешение. При беге в среднем мы имеем 50 кадров. При быстрой езде мы имеем 40 кадров. Процессор у нас при этом нагружен на 75-80%. Если уменьшить настройки, то можно выжать больше кадров. Лагов и подвисаний нет. Имелись подгрузки карты, но это нормально. В целом, можно и на таких настройках побегать. Но я бы выставил все на просто высокое. График фреймтайма и время кадра тоже неплохие. Так что для GTA 5 наша система готова. Последней игрой у нас на тесте будет бенчмарк в игре Far Cry 5. Настройки ставим на ультра, разрешение Full HD. Напомню, что это бенчмарк. В самой игре вы увидите больше кадров. Тем не менее, по итогу мы видим средний FPS в районе 45. Я напоминаю, что это требовательная игра на ультра настройках. Так что, как по мне, очень даже хороший результат. Если нужно выжать больше кадров, достаточно опустить настройки. На графике видно только один просадок во время замеса. Но не до нуля, а до 31 кадра, что я тоже считаю довольно-таки играбельным. Всем спасибо за просмотр видео. Я надеюсь, вам понравилась данная сборка. Мне лично кажется, вышла неплохая. Все полезные ссылки я оставлю в описании. В будущем можно разогнать нашу систему и поставить 8-ядерный FX. Всего доброго. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.